Как-то в молодости цыганка предсказала ей, в первой половине своей жизни ты будешь иметь всё, а остаток жизни будешь за всё это расплачиваться. Как воду глядела. В жизни актрисы Натальи Кустинской всё случилось именно так. Она выросла в артистической среде. Мама хорошо пела, а отец был танцором-степистом. Жили на Малой Бронной, неподалёку от театра. Понятно, что вопрос о выборе профессии перед Наташей не стоял, и она после окончания школы поступила во ВГИК. Потом прямо в коридоре института её заметил Григорий Рошаль и без проб утвердил на одну из ролей в свою картину «Хмурое утро». Со своим будущим мужем и режиссёром Юрием Челюкиным Наташа Кустинская познакомилась всё в том же ВГИКе. Уже на второй день знакомства Челюкин, который был старше Наташи на 9 лет, безо всяких предварительных ухаживаний, сделал ей предложение. «Какая свадьба!» – возмутилась она. «У меня послезавтра съёмки в другом городе. Вот и поедешь туда уже моей женой». Так и случилось. Кстати, в одном из самых знаменитых фильмов Юрия Челюкина «Девчата» роль Тоси должна была играть Кустинская. Однако худруки Райзман и Ром заявили, что Наталья с её красотой совершенно не годится на роль замухрышки. Они предложили актрисе сыграть Анфису, но она не согласилась и посоветовала им взять на эту роль Светлану Дружинину. Тем временем к Наталье Кустинской благодаря комедии Генриха Аганесяна «3 плюс 2», которая вышла на экраны в 1963 году, пришла всенародная известность. Наталье мешками стали приходить письма с признаниями в любви. Открытки с её фото продавались в каждом киоске «Союз печати». После визита Кустинской в Париж модный французский журнал украсил её фотографии и обложку, сопроводив подписью «Советская Бриджит Бордо». В 1966 году Челюкин доверил своей жене одну из главных ролей в своём фильме «Королевская регата». Именно на съёмках этой картины Наталья узнала от добрых людей о том, что у её мужа есть любовница. Она тут же собрала вещи и ушла, несмотря на все уговоры Юрия и его мольбы о прощении. Впоследствии, в марте 1987 года, он трагически погибнет в Мозамбике. Как-то в начале 70-х Наталья Фатеева, с которой Наталья Кустинская снималась в картине «Три плюс два», напросилась к ней в гости на Новый год вместе со своим мужем-красавцем, космонавтом Борисом Егоровым. Через несколько дней совершенно неожиданно для Натальи Кустинской Борис признался ей в любви и сделал предложение. Однако на тот момент она была замужем за дипломатом Олегом Волковым. У них подрастал маленький сын Дмитрий. Принять решение было сложно, но Егоров был очень настойчив. Герой Советского Союза всё-таки. Он всегда привык добиваться своего. В итоге Кустинская сдалась. С огромным трудом, получив разводы в своих семьях, они всё-таки поженились. Но с тех пор Наталья Фатеева и Наталья Кустинская на всю жизнь остались заклятыми врагами. Брак с Борисом Егоровым был для Кустинской самым счастливым. Они жили в шикарных апартаментах с бассейном и зимним садом. Мебель с золотистой обивкой, стилизованной под 18 век, супруги заказали во Франции. Отдыхали всегда в Крыму под Форосом, где размещались дачи членов ЦК КПСС. Они ходили на все светские мероприятия – в Кремль, посольства, шикарные рестораны. Борис баловал жену и покупал лучшие платья, меха, золото. Он усыновил её сына Митю, дав ему свои фамилию и отчество. В 1983 году Митя Егоров дебютировал в кино, сыграв Диму Сомова в фильме «Чучело» у Ролана Быкова. Именно из-за этой роли между Кустинской и Егоровым произошла первая крупная ссора. Егоров был категорически против выбора сыном актёрской профессии. Он готовил Дмитрия к совершенно другому будущему. Занимался его обучением, говорил с ним дома по-английски. И в итоге Дмитрий поступил в МГИМО. Чёрная полоса у Натальи Кустинской началась, когда она, упав с лестницы, получила перелом основания черепа. Ей пришлось долго лежать в больнице. Борис в это время завёл роман на стороне. Узнав об измене, Наталья подала на развод, они разменяли квартиру. Через два года после этого Бориса Егорова не стало. Вскоре Наталья Кустинская снова вышла замуж за Геннадия Хромушина, профессора МГИМО. В 2002 году Геннадий сломал плечо. Во время операции ему занесли инфекцию, и он скончался. Не сложилась жизнь и у Мити. Его сын, внук Натальи, умер в шестимесячном возрасте, из-за чего Дмитрий развёлся и впал в депрессию. А в 2003 году не стало и его. Митю обнаружили мёртвым на улице. Врачи причиной гибели назвали сердечную недостаточность, но обстоятельства смерти до сих пор неизвестны. Сегодня Наталья Кустинская живёт совсем одна и в кино давно не снимается. От былой красоты и роскоши не осталось ничего. За всё нужно платить. Она заплатила сполна. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова